Я вас приветствую из заснеженного Бостона, я просто вам хочу показать, это не, во-первых, к слову, а во-вторых, конечно же, Набоковы, Владимир, Вера и Дмитрий прожили здесь в Кембридже и в Веллзли все военные, несколько послевоенных лет, и испытали на себе те самые знаменитые бураны восточного побережья США. Так что, вот, можно себе представить, что вот в такой декабрьский денек Владимир Набоков прогуливался по заснеженному Бостону. В сегодняшнем выступлении я коснусь ключевых вопросов истории и культуры евреев в Российской империи и, конечно же, в течение советского периода, а также вопросов, особенно, как мне кажется, актуальных для сегодняшних евреев, живущих в США и Канаде. Речь пойдет о так называемых смешанных браках, о переходе и непереходе евреев в христианство как способе вступления в мейнстрим общества, а также о формировании и границах современной еврейской культуры. Я хочу немножко рассказать, как я заинтересовался этим вопросом. На самом деле я размышляю об этом уже много лет. И все началось в начале 1994 года. Я тогда был докторантом Ельского университета и писал диссертацию о Набокове. Это была сравнительная поэтика рассказов Набокова, Бунина и Чехова. На самом деле я был одержим желанием все знать о Набокове. Юра, как ты теперь? Да, заинтересованная гадость. Спасибо. Да, все же знать о Набокове. И вот я узнал, что как раз в тот момент Амхерский колледж, это колледж, расположенный к западу от Бостона в Массачусетсе, приобрел для своего центра по русской культуре, приобрел архив Зинаиды Шаховской и Иоанна Шаховского, который позднее был известен как архиепископ Иоанн Сан-Франциский и Западно-Американский. И, конечно же, я, как гончая собака, сразу учуял след и бросился в этот архив. Архив был еще не разобран. Мне принесли коробку, вот как сейчас помню, и я стал в этой коробке рыться. И вот я наткнулся на то письмо, которое вы видите здесь на экране, вот видите справа, которое начинается словами «Дорогая Зинаида Алексеевна». И это письмо меня, ну, сказать поразило, это на самом деле не сказать, не описать половину моих эмоций. Ну, во-первых, кто такой Игорь Кривошейн? Игорь Кривошейн – это полный ровесник Набокова и современник Набокова. Родился в Петербурге в 1899 году, умер в Париже в 1987 году. Боевой офицер, участник Первой мировой гражданской войны. Он эмигрировал в 1920 году, окончил Сорбонну, и в межвоенные годы его судьба в эмиграции складывалась достаточно удачно. По крайней мере, он не принадлежал числу тех высокообразованных русских эмигрантов, которые работали на заводах Рено или водили такси. Он стал инженером-телефонистом, но, кроме того, его женой стала Нина Кривошейна, дочь банкира и предпринимателя Алексея Мещерского, директора Сорбонского завода. Почему она, так сказать, не просто сноска в истории русской культуры, потому что в какой-то момент в нее был влюблен Прокофьев. Сама Кривошейна попала в эмиграцию в 1919 году. И вот в годы войны и оккупации Игорь Кривошейн стал активным деятелем французского сопротивления, резистанца. И, более того, принимал участие в спасении евреев. Он был арестован в 1944-м, содержался в Бухенвальде, освобожден в 1945-м. После войны, как и многие из его современников-эмигрантов, он, так сказать, поддался духу большевизанства и принял советское гражданство. В 1948 году Кривошейны возвратились в Россию. Разумеется, и муж, и сын Кривошейны были арестованы. В 1974 году Нина Кривошейна вернулась в Париж, где позднее вышла ее книга воспоминаний. Если вы помните фильм «Запад-Восток» с Олегом Меньшиковым и Катрин Денев, вот этот фильм был частично снят по мотивам книги Кривошейной и по мотивам истории ее репатриации. И вот представьте себе, на дворе 1994 год, мне приносят эту коробку, я читаю письмо. И вот это письмо Игоря Кривошейна от 4 августа 1979 года. И в письме он откликается на книгу Шаховской в поисках Набокова. Что же он пишет? Это довольно длинное письмо, но в письме он рассказывает о том, что произошло с Владимиром Набоковым после женитьбы на еврейке Вере Евсейны Слонин. И вот процитируем следующее, я цитирую. В частности, явная бездуховность Н оказывается была не всегдашней, вернее даже не бездуховность, а антицерковность. Мама моя встречала Набокова в Берлине, он ее хвалил за чистый русский язык и рассказывала она, как у нее на глазах Н оказался после женитьбы совершенно анжуиве. Видимо, это многое объясняет в отходе от себя, как бы из супружеского джентльменства. И вот, пожалуйста, обратите внимание, что вот последняя строчка в этом письме, видите, русское слово «совершенно», после него идет анжуиве, и потом опять, видимо, это многое. Что же это такое за анжуиве? Если вы найдете хороший, хороший французский словарь, то вы в нем прочтете, что анжуиве – это причастие прошедшего времени мужского рода от глагола анжуиве, и что, в общем, в приличном обществе этим словом не пользуются. Оно означает нечто вроде «объевреился» или же по-английски «juified», но в нем особый, особый оттенок, особый аромат французских предрассудков против евреев. И вот видите, как парадоксально, что человек с безукоризненной историей публичного поведения, человек, который участвовал в сопротивлении, рисковал жизнью и спасал евреев, теперь пишет о том, что, видите ли, под влиянием еврейки и жены писатель Набоков встал совершенно анжуиве. Даже русского слова у Кривошейна не нашлось, чтобы описать это преображение, эту трансформацию. И вот, знаете, это был тот самый момент, о котором потом говорят, что осенило, наступило ясности. По сути дела, это стало мостиком к моим исследованиям и еврейских пересечений, и еврейско-русской литературы, а также к некоторым ключевым темам моего литературного творчества. Я просто хочу показать, к чему это все привело, а потом мы перейдем непосредственно к нашему с вами рассказу. А привело это к тому, что я уже начал об этом говорить и писать еще в 90-е годы в книгах о Набокове. И потом, конечно же, вот в книге Бунина «Набоков. История соперничества» этому вопросу тоже уделяется внимание. Но и в моих документальных романах, где речь идет об эмиграции, о еврейских аспектах позднесоветского периода, тоже этот вопрос обсуждается, обсуждается он и в моих рассказах, а именно смешанные браки между евреями и неевреями. И вот в самых последних книгах тоже я продолжаю рассматривать этот вопрос с разных сторон, что, собственно, и приводит нас к рассказу о жизни Веры и Владимира. Я бы хотел начать с цитаты из интервью Набокова швейцарского периода. «Большинство моих произведений посвящено моей жене, и ее изображение часто воспроизводится во внутренних зеркалах моих книг путем загадочно отраженного света», сказал Набоков в интервью 1971 года. История Владимира и Веры Набоковых, история любви, брака и взаимного обогащения, разворачивается на двух континентах и, по крайней мере, на пяти языках. В каких языках мы к этому с вами вернемся, когда у вас будет возможность задать мне вопросы. Это история и нова, и не нова. На самом деле, в зависимости от того, к каким источникам обращаться. К каким же источникам мы можем обратиться, чтобы овладеть, по крайней мере, какой-то событийный конвой. Ну, конечно же, в двухтомной биографии Брайана Бойда, которая переведена на русский язык, немало места и времени уделяется браку Веры и Владимира. Кроме того, есть отдельная биография Веры, которую написала американская исследовательница Стэйси Шиф, где тоже представлена версия отношений господина Гения и его жены. Но на самом деле, вот если бы меня спросили, какой источник в этом смысле самый всеобъемлющий, я бы сказал, что, конечно же, это «Письма к Вере». Замечательная книга, подготовленная Ольгой Ворониной и Брайаном Бойдом, и тоже изданная в России. Это огромное событие в Набоковедении, потому что Воронина и Бойд повесили платья, пиджаки, халаты на многие до недавнего времени пустые вешалки в посмертном гардеробе Набокова. Что же это за письма? Это прежде всего письма о любви, любовные письма, письма о любви всему вопреки. Владимир пишет «Вере с горением молодого поэта и изощренностью словесного мага». Вот, к примеру, 24-летний Владимир, пишущий почти 22-летней «Вере» из Праги в Берлин в канун 24-го года. «Я тебя очень люблю, нехорошо любви, не сердись, мое счастье, хорошо люблю, зубы твои люблю». А вот это из письма Набоковой жене, написанного в Париже 7 апреля 37-го года. А мы с вами еще вернемся к «Парижской весне» 37-го года. «I dreamt of you this night». «Я тебя видел с какой-то галлюцинационной ясностью». «Я чувствовал твои руки, твои губы, волосы, все». И вот, наконец, послание Владимира Кверия от 10 апреля 70-го года. На самом деле, это вот те самые поздние годы их брака, когда Набоковы почти не расставались. Золотоголосый мой ангел. Не могу отвыкнуть от этих обращений. Настоящая аристократка духа, а не имени. Вот так сестра Набокова Елена Сикорская назвала Веру Набокову в полном негодовании и письме Зинаиде Шаховской. Резкая, решительная, бесстрашная, с безукоризненно убранными серебро-седыми волосами и царской осанкой, с упрятанным в редикюль заряженным пистолетом. В другой жизни Вера Слоним могла бы стать комиссаром искусств или премьер-министром Израиля, но она охраняла от мира и представляла миру только одно царство у моря, которое выдумал и которым управлял сам Владимир Набоков. Надо сказать, что уже 24 августа 24 года, за 8 месяцев до их бракосочетания, Набоков пишет Вере. Ты понимаешь каждую мысль мою, и каждый час мой полон твоего присутствия, и весь я песнь о тебе. Видишь, я говорю с тобой, как царь Соломон. Давайте немножко коснемся вопроса о происхождении и воспитании Веры Набоковой. И, дамы и господа, надеюсь, что меня по-прежнему слышно и видно. Маша. Да, да, все в порядке. Замечательно. Итак, Вера Слоним состояла в дальнем родстве с основателем Слонимской хасидской династии, а кроме того и основателем фирмы Маркс & Спенсер. Ее родители, вот слева фотография Веры, одной из ее двух сестер и отца, ее родители Слава, Фейгина и Евсей Слоним принадлежали к поколению российских евреев, воспитанных на идеалах хаскалы. Они успели испытать на себе действия палеотивных реформ 60-70-х годов, а потом в конце 80-х стали свидетелями того, как евреи Российской империи лишились фантомных надежд на эмансипацию. Для русских евреев поколение родителей Веры Слоним, получивших меру светского образования. Русская культура была подобием святилища, но синагога оставалась храмом. После царского указа 89-го года Евсей Слоним оставил адвокатуру, откажавшись креститься, даже для проформы, и даже отринув возможность перехода в методизм или в ветеранство, к которому прибегали некоторые российские евреи. Он переменил профессию, но отказался менять вероисповедную. Получив в Петербурге первоклассное европейское воспитание, и попав в Берлин в начале 20-х, сестры Слоним ощущали себя не меньшими европейками, чем другие образованные эмигрантки из России. И вот тут, наверное, мы сможем с вами отметить, что другая, что иная молодая еврейская женщина, выходящая замуж за христианина, могла бы последовать примеру Кати Ман, урожденный принц Гейм, и принять не только фамилию своего мужа, но и его религию. Но Вера Слониму наследовала от отца преданность памяти, крови и духу предков. Сестры Веры Слоним тоже выйдут замуж за неевреев или вступят в гражданский брак с неевреями. Старшая сестра Веры, Елена Масальская, обратилась в католичество, вышла замуж за русского князя польско-литовского происхождения, а позднее с огромным трудом вырвалась из нацистской Германии с маленьким сыном. И вот сохранилось письмо Веры к старшей сестре, датированное 4 декабря 59-го года. Это письмо написано по-французски, и в нем расставлены чрезвычайно важные акценты. Я процитирую его в русском переводе. Знает ли Микаэль, Микаэль это Михаил, сын Елены, что ты еврейка, и что, соответственно, он сам полуеврей. Имея в виду, что мой вопрос не имеет никакого отношения ни к твоему католичеству, ни к религиозному воспитанию, которое ты могла дать своему сыну. Я должна признать, что если М не знает, кто он, то мне незачем с тобой видеться, поскольку с моей точки зрения отношения могут быть возможны, если они будут основаны на полной правде и искренности. Зададимся вопросом. Познакомились бы они, если бы жили не в Веймарском Берлине, а в Петрограде Ленинграде? Хотя шансы их сближения в эмиграции были выше, чем в Савдепии, вероятность того, что потомок такого знатного рода женится на девушке еврейского происхождения, была низкой. И при этом предполагалось, что семья жениха будет настаивать на обращении невесты в христианство. Но Владимир Набоков был человеком необыкновенным. И знаковость его публичного поведения исходила не только от воспитания и либеральных родителей. И опять же, мы можем с вами потом коснуться еврейского вопроса, который имеет весьма существенное значение в жизни отца Набокова, крупнейшего российского политика, одного из лидеров Кодесской партии. Но не только от воспитания либеральных родителей, но и от его персонального выбора, личных предпочтений. Да, кстати сказать, я хочу заметить, что неизместно, знал ли Набоков, что один из его прадедов по материнской линии, военный врач Николай Ларионович Козлов, был сыном обратившегося к православию еврея. То есть, я хочу сказать, что на эту карту, так сказать, можно сделать какую-то ставку, но я бы, так сказать, не преувеличивал значение этого факта. Мой отец целиком разделял резкое неприятие его отцом антисемитизма, был во многом близок к еврейской культуре, что было нетипично для молодого человека, его времени и окружения. Это слова Дмитрия Набокова, это сказал он мне в интервью 2011 года. Уже в ноябре-декабре 23-го года Владимир посылает в Вере длинные страстные письма и объясняется в любви. Из письма от 8 ноября 23-го года. «Я клянусь, что так, как я люблю тебя, мне никогда не приходилось любить с такой нежностью до слез, с таким чувством сияния. Я люблю тебя, я хочу тебя. Ты мне невыносимо нужна». Хотя глубокое взаимообогащение евреев и неевреев не было новым явлением в кругах русской интеллигенции, даже русские эмигранты, известные своим публичным проявлением филосемитизма, приватно выражали негодование по поводу браков русских аристократов и евреек, пути которых пересеклись в эмиграции. Иван Бунин, один из кумиров юного Набокова, в годы одесской молодости был женат на полуеврейке, полугречанке Анне Цакни. В эмиграции Бунина окружали еврейские знакомые и друзья. В годы войны он укрывал евреев у себя на вилле. И тем не менее, в дневниках 20-х годов Бунин позволил себе такого рода высказывания, цитирую, «Князь Владимир Аргутинский-Долгоруков проводил меня додому. Дорогой рассказывал о князе Голицыне, который в Берлине женился на еврейке за 75 тысяч марок». Кстати сказать, это не такие огромные деньги, это примерно 6 тысяч долларов в пересчете на теперешние себестоимости. Дальше Бунин продолжает. «Эти браки теперь все учащаются. Еврейки становятся графинями, княгинями, добивают, докупают нас». Запись от 7 апреля 22-го года. Мне кажется, что в дневниковой записи Бунина, сделанной примерно за год до знакомства Веры и Владимира, слышно предчувствие той настороженности, с которой многие отреагируют на выбор Набоковым невесты еврейки. 15 апреля 24-го года в Вильмерсдорфской ратуши в Берлине состоялась гражданская церемония бракосочетания Веры с Лоним и Владимира Набокова. Мать Набокова с самого начала относилась к вере с большим теплом. Баронесса Мария Корф, бабушка Набокова, поинтересовалась, а какого она вероисповедания? Что касается религиозной идентичности, линия веры Набоковой соответствовала представлениям большинства евреев и мигрантов из России, бывших и остававшихся одновременно людьми русской культуры и гордыми иудеями. Супруги Набокова не были набожны в традиционном общинно-религиозном смысле этого понятия. По сравнению со многими другими смешанными браками, практический компромисс был достигнут ими без особых сложностей, по крайней мере, на поверхности того, что нам известно. Еще начиная с 20-х и вплоть до 80-х годов, некоторые из родственников Набокова и его коллег по иммигрантскому литературному цеху вели кулуарные разговоры о влиянии еврейки-жены на жизнь и карьеру писателя. Публикация книги Шаховской в поисках Набокова в 79-м году, написанной по ее собственным словам, против веры, и на самом деле непонятно, невольный этот каламбур или намеренный, разумеется, против веры, против веры Набоковой или против веры, в смысле, как религиозные веры. Я, собственно, далеко не уверен, что это было сказано намеренно, но иногда невольные каламбуры, как известно, выдают самую суть наших намерений. Так вот, публикация этой книги разбередила старые раны. Я приведу один пример. Юрий Иваск, поэт и профессор-русист, бывший геем и испытавший в послевоенной Америке «Горечь двойной жизни», высказался с особой чувствительностью в письме Шаховской от 19 августа 79-го года. Я цитирую. «Никакого антисемитизма, но все же вере могло быть не по себе в кругу русских, очень русских». Вот если Дмитрия Набокова спрашивали о религии родителей, то он обычно отвечал неопределенно в духе того, что у него и у его родителей не было религии. Конечно же, исследователям смешанных браков хорошо известно, что неразрешенные родителями вопросы и противоречия выплескиваются на поверхность при рождении детей. И вот я спросил Дмитрия Набокова, мне интересно знать, говорили ли родители с вами о религии. Дмитрий Набоков был оперным певцом, гонщиком и переводчиком творческого произведения своего отца на английский и итальянский. И что же он ответил? У нас никогда не было этой проблемы и не было ее и у меня. Я пел по пятницам, и мне кажется, еще по субботам замечательно, если не ошибаюсь, реформистской синагоги в Бостоне. И мы пели из апертуара самой сложной религиозной музыки вещи композитора Эрнеста Блоха. Эрнест Блоха – это один из ведущих композиторов, который сочинял классическую музыку, который соединял классическую музыку и еврейскую литургию. Тот факт, что во второй половине 40-х годов сын Набоковых пел «Мессию Генделя» протестантской церкви и еврейскую литургическую музыку в хоре реформистской синагоги, говорит, по крайней мере, о том, что его родители продолжали обсуждать вопросы религиозной идентичности и после рождения сына. И вот что же тут на этих фотографиях? В верхнем левом углу синагога Темпел Ахабе и Шалом – это синагога в Бруклайне, первом западном предместе Бостона. Это одна из крупнейших синагог в Америке. И вот именно здесь Дмитрий Набоков и пел в синагогальном хоре. А в правом нижнем – это школа Сейн Маркс, в которой Дмитрий учился. Частная школа. И как и большинство такого рода престижных частных школ, она номинально принадлежала англиканской церкви. То есть, видите, что даже в 40-е годы эти вопросы открыто обсуждаются и продолжают обсуждаться очень продуктивно в браке, в жизни в семье Набоковых. Женить бы на вере, несомненно, изменила жизнь Владимира. И мне уже доводилось высказываться о влиянии веры Набоковой на мировоззрение и творческую эволюцию мужа. Поэтому давайте сейчас мы этот вопрос обойдем стороной. Я только скажу очень кратко, что еще в середине 90-х годов я поднял вопрос не только о еврейских мотивах в творчестве Набокова, но и возможном воздействии религиозно-философских и традиций иудаизма на метафизические и этические представления писателя. Конечно же, этот вопрос не может рассматриваться с точки зрения прямых причинно-следственных отношений. Он гораздо сложнее и поливалентнее. Ну, например, уже то, что Набоков интересуется еврейской религиозной культурой уже в ранние 20-е годы, например, очевидно, из рассказа «Пасхальный дождь» 24-го года, в котором Набоков в образе Джозефины Львовны, быть может, откликается на небольшого объема, но огромную по своему значению книгу Леонида Пастернака, Рембрандт, его творчество и его значение для еврейства, изданное в Берлине в 23-м году и так далее. То есть я хочу сказать, что, разумеется, не следует думать об этом как о какой-то причинно-следственной формуле. Владимир знакомится с верой и вдруг начинает интересоваться еврейскими вопросами и наследием его доизма. Но если рассматривать их супружество в зеркалах сочинений В.Н., то замечаешь, что писатель дает своему представителю Федору Годунову-Чердынцеву, русскому аристократу, женатому на полу еврейке Зине Мерц возможность испытать переход от общих мест либерального гуманизма, о равенстве всех людей к острому чувству, я цитирую, «личного стыда от того, что молча выслушивал мерзкий вздор Щеголева». Здесь речь идет о вычетных в протоколах сионских мудрецов высказываниях отчима Зин и Мерц. Еврейские радости, еврейские страдания становятся для Набокова не чужими, а его собственными. А вот для Годунова-Чердынцева об этом можно еще подумать. Я думаю, что мы с вами вернемся к этому вопросу через несколько минут, когда будем говорить о Набоковых в поздние 30-е годы. Конечно же, немаловажно, что Владимир и Вера стали родителями своего единственного сына в 1934 году в нацистской Германии, где вскоре были приняты нюрнбергские расовые законы. Русские расисты называли Набокова полужедом. Русская национальная пресса призывала к тотальному очищению от сириных, шагалов, кнутов, бурлюков во имя национального искусства. И вот задумайтесь над тем, что я сейчас скажу, потому что мне кажется, что этот вопрос недостаточно обдуман и недостаточно соединен с тем, что мы знаем о Набокове, а также, разумеется, о истории нацизма, о Холокосте и о возникновении Израиля. Во главе 14-й своих воспоминаний «Speak Memory» «Другие берега», где Набоков контекстуально обращается к вере, есть такие слова. Какой бы ни была правда, мы никогда не забудем ты и я. Мы всегда будем защищать на этом или на каком-то другом поле сражения те мосты, на которых мы часами простаивали с нашим маленьким сыном, которому было от двух до шести лет в ожидании поезда, проходящего под мостом. О каких поездах, говорит Набоков, везущих кого и куда? Если задуматься о причастности этой книги к постхолокостной литературе, то по-иному прочитывается и известное письмо Набокова к его бывшему однокласснику Самуилу Розову, израильскому архитектору, отправленное в 67-м году после шестидневной войны. Цитирую. «Всей душой глубоко и тревожно был с тобой во время последних событий и теперь ликую, приветствуя дивную победу Израиля». Нацистские войска надвигались на Париж, когда Набоковы вместе с другими еврейскими беженцами уплыли из Франции на борту корабля, зафрактованного еврейским обществом содействия иммигрантам, хиасом, как говорят в нашей иммигрантской среде. Набоков говорил о своих первых американских годах как о счастливых или счастливейших. И вот, вы знаете, когда приходится на эту тему выступать, особенно в России, тут перед живой аудиторией возникает пауза недоумения. Как счастливейшие годы враг стоял у ворот Родины, а Набоков, видите ли, говорил об этом как о счастливейших годах. Ну, мне так совершенно очевидно, что он говорит не об этом. Он не говорит о общем состоянии истории. Он говорит о счастье человека, может быть, даже счастье христианина, спавшего двух евреев, которых он любил больше всего на свете. Жену и сына. Теперь давайте обратимся на некоторое время к самой Вере Иксевне. И, разумеется, Вера Набокова по праву принадлежит к числу самых прославленных жен в русской культуре. Однако, в отличие от Надежды Мандельштам, если взять самый известный на Западе пример, Вера не желала для себя литературной славы, пребывая в тени своего мужа. Вот видите, в этой фотографии в прямом смысле Набоков закрывает ее лицо правой рукой, закрывает от папарацци. Вокруг самых счастливых фотографий, и вот таких, как этот замечательный снимок, сделанный на острове Люгин на Померанской бухте в 1927 году, эпистолярный нимб отсутствует. Именно потому, что Владимир и Вера были вместе. Пробелы в довоенной переписке длиной в 2-3 года достаточно аккуратно корреспондируют периодом семейного счастья, безоблачного, как Набоков его определит в 1937 году в письме любовницы, и относительного благополучия в Веймарской Германии. Потом детство Дмитрия и, наконец, трем тревожным годам, проведенным во Франции на пороге войны и Шоа. После февраля 1945 года наступает перерыв почти в 9 лет. Это были годы обретения Набоковым неповторимого, трансязычного, американского голоса. Письма Набокова к Вере почти прекращаются после звездного взлета Лолиты и переезда в Монтрео. Конечно же, порой так не хватает голоса самой Веры, но нам остаются лишь отзвуки ее голоса и ее молчания. Почему? Потому что где-то в конце 60-х или начале 70-х Вера Набокова уничтожила все, что смогла из сохранившихся писем к мужу. Задумаемся над вопросом, как же нам читать жизнь Веры и Владимира не только сквозь призму того, что говорится в письмах, но и через молчание Веры и сквозь пробелы исторического времени. Давайте на секундочку сделаем паузу. Вы еще не устали? Маша, я могу еще некоторое время поговорить? Нет, конечно. Мы готовы слушать и слушать. Спасибо. Итак, письма Владимира Квери можно уподобить залу ожидания еврейско-русского епистолярного романа «Дальнего следования». В своем фрагментарном единстве письма образуют глубоко литературный текст. И на самом деле это достаточно близко соответствует тому, что происходит вообще в творчестве Набокова. То есть Набоков пропускает через себя словно через легкий дымный воздух истории. Вот, к примеру, письмо отправленное из Брюсселя 22 января 1936 года. Любовь моя обожаемая. Все благополучно. Правда, путешествие мое было несколько испорчено мучительной говорливостью Ховенского Портнова, дошедшего в своем дружелюбе до предложения мне в подарок ошинной кошерной колбасы. И вот теперь вспомним, что в 1940 году в настоящей жизни Себастьяна Найта первом романе, написанном Набоковым по-английски, и появляется персонаж под названием господин Зильберман. Это вот, может быть, тот самый портной из Ковна, который преобразится в блуждающего предвоенной Европе Зильбермана, литовского еврея, который окажет в неоценимые услуги. На пожелтевших конвертах писем Набокова к своей еврейской музе сохранились штампы и водяные знаки, отсылающие к другим сочинителям. Ну вот, например, письма из Праги, куда Набоков приезжал проведать мать-сестру младшего брата, просто дышат цветаевскими интонациями. А особенно интересны в этом смысле письма 1926-го года, отправленные Набоковым из Берлина в Санкт-Блазиен. Это курорт, где в Шварцвальде, где в санатории вера поправлялась от загадочного заболевания. И внимательное прочтение писем 1926-го года, отправленных из Берлина в Санкт-Блазиен, обнажает многослойный диалог с великим романом Виктора Шкловского, который жил в Берлине одновременно с Набоковым с апреля 1922-го до июня 1923-го, после чего вернулся в Советский Союз. 3 июня 1926-го года Набоков пишет своей жене, цитирую, «Мы встретились у Шарлоттенбургского вокзала, я в новеньких, очень широких пепельных штанах и вошли в зоологический сад. Ах, какой там белый павлин». Ну, на самом деле, в голову почему-то странным образом приходит танго «Встретились мы в баре ресторана», написанное рижанином Марком Марьяновским, убитым в Бухенуарде в 1944-м году и, конечно же, тангоизвестным в исполнении Петра Олещенко. Но прежде всего здесь слышны эхо романа «Цо» или «Письма не о любви», который перевернул представление об эпистолярном романе, романе вообще. Шкловский написал и опубликовал «Цо» в Берлине. Его адресатом была молодая русская еврейка, выведенная в романе под именем «Аля». Письма самой Али, будущей Эльзы Триоле, младшей сестры Лили Брик, составляют около одной пятой части романа. Президение Шкловского начала 20-х и его репатриация в СССР сильно подействовали на молодого Набокова, и вот как раз в письмах веры запрет на письма о любви нарушается страстно, изощренно, с полемическим закалом. И вообще в письмах Набокова к вере сразу чувствуется высокое напряжение творческого соревнования с современниками. Это особенно заметно в наиболее билитаристически насыщенных частях переписки. Летом 26-го, осенью 32-го, зимой 36-го и прежде всего весной 37-го. Вот перед вами страница того известного письма от 3-го января 36-го года, в котором Бунин, простите, Набоков описывает катастрофический ужин с Буниным. И когда я занимался историей отношений Бунина и Набокова, я многие вещи по-настоящему понял именно из писем отчетов Набокова, отправленных жене из Парижа. И кроме того, если вот выделить одну главу этого эпистолярного романа, в котором ткань еврейско-русского смешанного брака трещит и рвется по швам, то это, конечно же, Парижская весна 37-го года, страсть, влюбленность в Ирину Гуданини, которая настолько затуманила разум Набокова, что он позволил себе невероятное безрассудство по отношению к жене и сыну, которые оставались в Берлине, еврейке жене и полуеврею сыну. На самом деле вот эти тексты, они ключевые свидетельства, не просто свидетельства, которые рассказывают нам об отношениях к Владимире и Вере, но и ключевые свидетельства многих других важнейших аспектов русской и литературной истории. Но проблема, как мне кажется, в том, что эти письма очень трудно читать без оскоменной горькой иронии. Особенно те, где Набоков упоминает о своей любовнице. Цитирую. Какой это неприятный господин Бунин. С музой моей он еще туда-сюда мирится, но поклонец мне не прощает, сообщает Набоков жене первого мая тридцать седьмого года. Тут, мне кажется, невольно в голову приходят слова порции из венецианского купца. Так кто же здесь купец, а кто еврей? И вот представьте себе 15 апреля тридцать седьмого года, день двенадцатого юбилея свадьбы, Набоков пишет жене. И в письмо вкрапляются английские слова, поэтому я прочитаю так, как все это именно в оригинале. My love, my love, как давно ты не стояла передо мной в халатике, боже мой, и сколько нового будет в моем маленьком, и сколько рождений, слов, игр, всяких штучек я пропустил. Умер бедный Ильф. Как ты и как ты думаешь о делении сиамских близнецов? Люблю тебя, люблю тебя. Илья Ильфа и Евгений Петров были литературными партнерами с авторами потрясающих популярных сатирических романов. Смерть Ильфа прервала их совместную работу. Я думаю, что Набоков здесь, пожалуй, размышляет о природе своего собственного партнерства с Верой Набоковой. Брак Набоковых пережил испытания измены и разлукой, но шрамы и спайки невооруженным глазом видны в прозе Набокова. Вспомните, к примеру, рассказ об облако озеро Башня. Более того, супружеская дисгармония, обрамленная событиями Второй мировой войны и Шоа, проникает на страницы второго тома Дара, который был опубликован московским исследователем, писателем Андреем Бабиковым. Что же происходит в этом незаконченном втором томе? Зина и Федор теперь живут в Париже в конце 30-х. Они бедны и бездетны. Их брак надорван. У Федора тлеет романчик с французской проституткой. Зину насмерть сбивает автомобиль. И это можно прочитать не как авторское наказание, а именно как авторское избавление от более страшной смерти. Что могло ждать русскую еврейку в оккупированной Франции? Велодром и вверх? Избавление, нежели авторское наказание жертвы за ее собственную жертвенность. Тут есть еще очень интересная тема, которую я на самом деле сегодня опущу, но мы можем к ней вернуться в конце, а именно что один из лейтмотивов переписки и, конечно же, разговоров, которые велись в семье Набоковых, это обращение евреев в православие. И у Набокова совершенно четко прослеживается очень скептическое отношение к евреям, принявшим православие или же литеранство. И даже про католичество Набоков всегда отзывался с большим неуважением, это отдельный разговор. Но вот этот момент очень важен. С другой стороны, когда он дает оценки писателям, то вопрос филосемитизма, конечно же, имеет большое значение. Вот смотрите, он, например, пишет о встречах с Александром Куприным в Париже, с Куприным, который проникновенно писал о библейских иудеях, вспомните, Суламиф, и о современных и муадеских евреях, Камбринус, но, разумеется, Куприн был одним из первых среди эмигрантов старшего поколения и из неореалистов, который открыто признал талант Набокова после выхода защиты Лужина. К справедливости ради отметим также, что Набоков, по-видимому, обходит стороной роман Куприна «Яма» или «Очерк жидовка». И вот с 25 ноября 1932 года Набоков так описывает встречу с Куприным. Сели друг против друга за стол, беседовали о французской борьбе, о собаках, о клоунах и о многом другом. Перед вами «Ух, какой путь!» Между прочим, он как-то замечательно глубоко, ты бы оценила, трудно передать, говорил о евреях. Давайте мы с вами перенесемся через океан и немножко поговорим о жизни Владимира и Веры в новом свете. После бегства в Америку русский аристократ Набоков, так в Америке называли, таких на Америке называли «White Russians». Русский аристократ Набоков и его еврейка жена оказались на новых социальных рубежах, вкусив не только изящного по форме антисемитизма англосаксонской интеллигенции, но и нескрываемых предрассудков американского мейнстрима. И вот я покажу вам два слайда и потом объясню почему. Ну вот такого рода объявления плакаты собственно известны выросшим в Советском Союзе очень хорошо. Это конечно же объявления связанные с сегрегацией американского юга. Но вот такого рода объявления на самом деле требуют некоторого объяснения. Что здесь написано? «We cater to gentiles only». То есть мы обслуживаем только не евреев. И вот такого рода объявления на самом деле были повсеместно. И на восточном побережье есть, они не в сегрегированном юге, а даже в самой так сказать просвещенной части Америки в Новой Англии. Кстати, вот сказать у нас уже лет 10 дача на Кикодин Тресковом мысу в городке Четом, который расположен на самом локте Трескового мыса. И там есть знаменитая гостиница, в которой раньше останавливались всякие кинозвезды и так далее. Так вот в 40-е годы прямо на рецепции там висело объявление «No Jews, no dogs». То есть евреям и собакам вход запрещен. То есть я хочу это сказать к тому, что путешествуя по Америке в 40-е годы Набоков сталкивался с разного рода проявлениями предрассудков, нетерпимости, расизма и антисемитизма. И вот во время поездок по югу и среднему западу Набоков рассматривал расизм именно сквозь призму русского антисемитизма. Вот смотрите, 2-3 октября 42-го года он пишет жене из городка Хартсвилл в Южной Каролине. Цитирую. К западу у плантации хлопка сейчас время сбора и darkies выражение которое меня коробит чем-то отдаленно напоминая патриархальное жидок западно-русских помещиков срывают его в полях получая по доллару за 100 бушелз. Между 11 ноября и 7 декабря 42-го года не сохранилось или не было писем Набокова к жене. Поэтому обратимся к письму Набокова Эдмонду Уилсона. Эдмонд Уилсон это, пожалуй, первый американский литературный собеседник Набокова. Это ведущий литературный критик литературовед. В общем, чрезвычайно влиятельная фигура на американской литературной сцене в 30-40-50-е годы. И вот между ними была очень очень интересная переписка. И вот что же Набоков пишет Уилсону? О своих путешествиях. Цитирую. Старик в диванной, на самом деле уборной пульмановского вагона, многословно разглагольствует перед двумя приятными, сдержанными, неулыбчивыми солдатами рядовыми. Главные слова в его речи Christ, Hell и Fuck, которые завершают каждую его фразу. Жуткие глаза, черные от грязи ногти. Чем-то напомнил мне воинствующий тип русского черносотенца. Точно уловив мою мимолетную мысль, пустился в яростные нападки на евреев. Они со своим засанным отродьем потом плюнул в раковину и промазал на несколько дюймов. Это 24 ноября 42 года. И текст письма переведен совместно с Верой Полищук. И, мне кажется, довольно хороший перевод. Но, так сказать, он дает вам представление о том, что Набоков рассказывает о столкновениях с антисемитизмом. Конечно же, в подобных ситуациях американский Набоков старался щадить жену. Парадоксально ли тогда то, что Набоков американский писатель гораздо больше пишет на еврейские темы в рассказах и романах, чем в письмах жене? В качестве исследователя еврейской памяти после Шоа Набоков не знает себе равных как послевоенной англо-американской, так и в эмигрантской литературе 40-х 50-х годов. Начиная с рассказов что как-то раз в Алеппо, обращик разговора, знаки и символы и, конечно же, до романов Мин, в котором этика и метафизика поиска спасения в искусстве измеряется неизмеримыми потеями евреев и взвешивается на сломанных весах мировой истории. В мире Белочкиной сосредоточены самые счастливые воспоминания Пнина о России и первой любви, убитая в лагере смерти мира своим присутствием. Своим присутствием напоминает эмигранту Пнину о том, что в пост холокостной вселенной память, пусть даже мучительная память, это одновременно категория этическая и форма после смерти. Конечно, разумеется, Пнин – это великая университетская комедия, но последняя ничуть не применшает вклад Набокова в литературу о Шоа. И вот мы уже почти с вами завершаем эту историю и давайте коснемся лета 58-го года. Почему? Потому что это лето невероятного взлета Набокова в Америке выходит лолита, он становится знаменитостью мирового масштаба. И вот тут происходит нечто очень интересное. В Итоку, это городок в Абстейд-Нью-Йорке, где расположен Корнельский университет, где Набоков профессорствовал, в Итоку направляется фото-журналист по имени Карл Майден, который приезжает туда и делает серию знаменитых фотографий Набокова и его семьи. Карл Майденс на самом деле знаменит прежде всего своими фотографиями военного времени Тихоокеанской кампании. И его самая знаменитая фотография это капитуляция Японии и подписание акта о капитуляции на борту линкора Миссури в Токийском заливе. Почему его посылают фотографировать Набокова на самом деле отчасти загадка. То есть это конечно говорит о уровне знаменитости Набокова но все-таки это не военные баталии это другие баталии. И вот он приезжает в Итаку и фотографирует Владимира Набокова и его жену видите в одном из снимков они тут бегут по дорожке с очками для ловли бабочек а в другом снимке посмотрите какой замечательный снимок композиции здесь профессор Набоков отраженный в прямоугольном зеркале вот здесь вот диктует диктует что-то усталой вере и она совершенно очевидно выглядит здесь очень-очень усталой которая сидит за пишущей машинкой машинкой словно органиста органом эта фотография на самом деле представляет большую ценность еще раз извините не только потому что она наводит на мысль о портрете четы Арнольфинни ван Эйка одной из самых любимых картин Набокова видите это та самая знаменитая фотография где вот в этом зеркале отражается видите сам художник видите здесь отражается Набоков а здесь отражается художник мастерской но на самом деле это и вот последнее обстоятельство представляется мне более важным потому что она возвращает нас к мысли о постоянном присутствии веры в вогнутых и выпухлых зеркалах Владимира во всех этих зеркалах именно вера Набокова была главным еврейским персонажем героиней вселенной Набокова вера спасла его от Гоглевского самоуничтожение и суицидного отчаяния Маяковского почему Маяковского на самом деле Набоков много раз думал о своем тезке обращался к нему мыслях в стихотворениях и конечно же почему тут важно суицидное отчаяние любовная лодка разбилась о быт помните то что писал советский тезка Набокова в предсмертной записке вера как могла сохраняла и охраняла Набокова от подлости и пошлости в повседневной жизни после кризиса 37-го года и переезда в Америку она стала его ассистентом литературным агентом пресс-секретарем после военной десятилетии она вела его литературные дела с большим умением и беспощадностью к его недоброжелателям когда лолита прославила Набокова на весь мир вера сделалась искусным пиарщиком управлявшим имиджем своего мужа после смерти Набокова она перевела на русский бледный огонь и старалась как могла влиять на растущую индустрию Набоковедни конечно же это ей не всегда удавалось она стала истинным куратором наследия Владимира Набокова потом передала свои кураторские обязанности Дмитрию Набокову и вот теперь все трое покоятся в одной могиле на кладбище в Кларансе неподалеку от могил Сидни Чаплина и его жены Генриетты и Оскара Кокошки и его жены Ольги и в заключении я позволю себе вернуться к встрече с Дмитрием Набоковым в декабре 2011 года и поверьте я показываю эту фотографию так сказать не из какого-то ненужного похвальства а просто чтобы представить себе момент декабрь 2011 года Монтре если бы я знал что это последняя встреча и последнее его длинное интервью я конечно же задал бы еще больше вопросов остался бы в Монтре еще на денек и уже в самом конце этой беседы и она кстати частично записана ее можно найти в ютубе уже перед тем как разговор зашел о двух вещах во-первых о том что только что был опубликован итальянский перевод волшебника выполненный Дмитрием и за который он получил приз и о том что его личный шеф-повар тоже получил приз за свои кулинарные произведения как раз перед тем как разговор зашел о крепком кофе и пирожных Дмитрий сказал и вот перед вами то что он сказал my mother did more for my father as a person and a writer than anyone else in the world could have то есть моя мать сделала для моего отца больше как для человека и как для писателя больше чем кто бы то ни было на свете я считаю что это совершенно ключевое высказание потому что оно конечно же полемически отсылает еще и к той литературе в которой высказываются доводы о том что Вера Слоним разрушила карьеру своего мужа в любви Веры Набоковой к мужу как мне кажется русский романтический идеализм соединялся с еврейской неоглядной преданностью и американским прагматизмом и ноу-хау ну собственно что из этого следует конечно же музы прощают избранных ими поэтов если даже они не в силах забыть их прегрешение иначе у нас не было бы ни самого искусства ни литературной мифологии и вот в тот день когда Вера и Дмитрий ехали из Монтре ехали в Монтре из Лозанны где Владимир Навоков умер в больнице Вера сначала удрученно молчала а потом сказала своему сыну давай возьмем напрокат самолет и разобьемся еврейские музы плачут последними я благодарю за внимание и с удовольствием теперь отвечу на ваши вопросы если они у вас будут уважаемые слушатели какие-то если у вас есть вопросы или какие-то реплики пожалуйста можно включить микрофон и задать и можно написать в чат если вам неудобно говорить пожалуйста вопросов у меня нет потрясающая лекция огромное спасибо спасибо Ну что бывают два типа молчания правда же молчание полного согласия так сказать полного несогласия так что надеюсь что это первое а не последнее это это первое безусловно это было очень интересно большое спасибо Спасибо огромное за интереснейшую лекцию спасибо большое спасибо большое замечательная лекция спасибо ну мне кажется она такая самодостаточная что даже сложно придумать какой-то вопрос слушателям узнать побольше о вере видимо чтобы узнать побольше нужно прочитать книгу вера наверное это самая полная биография вопрос где можно прочитать узнать побольше о вере я на самом деле говорил об этом наверное может быть вы не успели к самому началу то есть что есть такая стандартная событийная канва она описана в двухтомной биографии Брайана Бойда она переведена на русский язык потом есть приведенная тоже на русский язык книга о вере но я повторяю если на мой взгляд самый лучший источник это письма на бок о какой-то опыт и шум так что да так вот эта книга замечательный источник но я повторяю основная проблема конечно в том что мы не умеем читать молчание или же еще не научились его читать поэтому так сказать в этой переписке правда же письма веры вообще отсутствуют так что приходится обращаться к несовершенному искусству домысливания а вот скажите известная журналистка Маша Слоним имеет ли отношение к вере вы знаете что на самом деле Слонимов очень много Слонимов и Слонимских потому что ну фамилия часто указывает на происхождение из городка Слоним Слоним но насколько мне известно прямого близкого родства нет но так сказать это еще тоже ни о чем не говорит да это нередкая фамилия скажите пожалуйста ой простите нет нет пожалуйста скажите пожалуйста ваши книги у нас здесь изданы а у вас это где в Москве а да в смысле в России изданы Бунин и Набоков уже третьим изданием дальше в ожидании Америки вторым изданием Бегство документальный роман вышел полтора года назад Набоков темы и вариации уже давно разошлись в общем есть есть да спасибо спасибо Анна спрашивает с каких лет начал печататься Анна выбор Набокова ну это нужно считать кто начал печататься наверное Набоков ну на самом деле с очень молодых помните он же еще в России выпустил ну на так сказать на собственные средства книгу стихотворений я повторяю то что он выпустил на свои собственные средства это не имеет значения просто книга еще была очень юношеская и полная тех политических несовершенств которые на самом деле продолжали так сказать продолжали оставаться чертой набоковской поэзии но да вспомните тогда когда Гиппиус сказал отцу Набокович что он никогда не станет большим писателем но как она ошибалась вы спрашиваете про ссылку на запись на ютубе нужно найти наш канал дом еврейской книги и там уже выложена часть наших лекций и в скором времени будут выложены все лекции но я могу для тех кто записывался на эту лекцию просто разослать Максим можно это сделать на всякий случай спрашиваю Маша вы знаете что давайте мы сначала все таки ее просмотрим критически половину вырежем все экони и бэкони а потом она будет доступна в ютубе да конечно да не надо ничего вырезать было очень интересно и хорошо спасибо 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 Георгий вы знаете что если вы хотите в качестве так сказать предновогоднего сюрприза я могу вам показать короткий клип где Дмитрий Набоков вот говорит то что я цитировал хотите конечно я думаю что получится давайте только попробуем просто понимаете это совершенно уникальное свидетельство кроме того вы увидите как он выглядел в последние годы и прочее секундочку мы с вами сейчас попробуем это сделать а именно так вот вы видите ютуб да хорошо вот сейчас я включу только вам надо будет звук у себя включить тогда надеюсь что заработает там буквально минута я знаю я знаю этот аргумент я думаю я скажу это exact opposite это правда моя мама делала больше моего папа как человек и писатель чем кто-то в мире да вы слышали да замечательно 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 и это на самом деле прозвучало настолько убедительно потому что представляете сегодня всю жизнь всю взрослую жизнь ему приходилось так или иначе вступать в полемику или отказываться от этой полемики с недоброжелателями подколодными недоброжелателями даже некоторыми родственниками представляете себе потому что конечно некоторое недоверие некоторое недоверие сохранилось а на самом деле в поздние годы Дмитрий был настолько ну как бывает у пожилых людей так сказать самый яркий филотипический тип выражается он был настолько похож на мать и на отца одновременно но несомненно на мать и на еврейскую сторону это было просто поразительно да ну что еще вам сказать друзья Маша если больше вопросов нет Максим мы вас благодарим за действительно совершенно замечательную лекцию спасибо огромное всем кто сегодня к нам присоединился и всем кто в течение года приходил на наши лекции мы очень надеемся что мы и в следующем семестре сможем продолжить и будем вас приглашать и может быть Максим и здесь Роман Кацман который читал нам летом лекцию мы тоже вас всегда ждем с удовольствием и поздравляю всех с наступающим Новым Годом вне зависимости от того отмечаете ли вы Новый Год 31 декабря от всего сердца желаю чтобы следующий год был менее тяжелым для всех нас а был бы счастливым чтобы все были здоровы чтобы мы вновь могли путешествовать да и просто встречаться не боясь заразить кого-то обниматься выходить мы привыкли да на всякие мероприятия и ждем вас в следующем году спасибо еще раз огромное спасибо вам и вам спасибо всех с наступающим здоровья счастья и до скорой встречи спасибо Максим спасибо Маше до свидания спасибо огромное спасибо 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 спасибо